Здравствуйте, уважаемые студенты! Меня зовут Иранов Александр Викторович. Я кандидат технических наук, доцент кафедры энергетические системы. И мы продолжаем с вами курс лекций по дисциплине теоретические основы электротехники. Сегодня у нас тема номер два. Электрические цепи однофазного синусоидального тока. И тема лекция связана у нас с следующими вопросами. Лекция 1. Основные понятия однофазного синусоидального тока. Средние и действующие значения тока ЭДС и напряжения. Изображение синусоидальных функций времени радиус-векторами на плоскости. Комплексное изображение синусоидальных функций здесь же. Сложение и вычитание синусоидальной функции времени. И векторная диаграмма здесь же. И последний вопрос. Законы Ома и Киргофа в цепях синусоидального тока. На следующем слайде вы можете видеть уже традиционно цель нашей дисциплины. А также связь нашей дисциплины теоретические основы электротехники с другими дисциплинами. Следующий слайд это наша основная литература, по которой вы можете готовиться по этой дисциплине. И приступаем к первому вопросу. Основные понятия однофазного синусоидального тока. Синусоидальными называются ЭДС, напряжение и ток, изменяющиеся по величине и направлению по синусоидальному закону. Аналитически они описываются формулами следующего вида. Вот вы их сейчас видите на экране. Е малое от Т равно Е с индексом М синус омега Т плюс ФИ с индексом Е. Здесь обратите внимание, что в цепях постоянного тока мы все величины обозначали большими символами. Вот, соответственно, мгновенные значения синусоидальных функций времени, ЭДС, напряжения и тока мы с вами будем обозначать малыми символами. Е малое, ЭДС, У малое, напряжение и И малое, ток. Все эти функции времени. Эти функции времени характеризуются мгновенным значением ЭДС, напряжения и тока, амплитудой, угловой частотой и начальной фазой. Значение функции времени, ЭДС, напряжения и тока, в любой момент времени называется и ее мгновенным значением. То есть величина функции Е малое от Т, У малое от Т, И малое от Т, это и есть мгновенное значение функции. Ее максимальное значение называется амплитудой. Значит, допустим, вот для синусоиды тока это как раз максимальное значение, которое принимает функция и обозначается она с индексом М. Далее, значение аргумента синусоидальной функции, то есть омега Т плюс Фи, измеряемое в радианах, называется фазовым углом синусоидальной функции, а величина Фи, равная фазовому углу в момент начала отсчета, Т малое равное нулю, называется начальной фазой. Величина омега определяет число радианов, на которые изменяется фаза колебания синусоиды за единицу времени и называется угловой частотой. Измеряется она у нас радиан в секунду или единица, деленная на секунду. Через промежуток времени Т большое, измеряемое в секундах, совершается одно полное колебание, и эта величина называется периодом синусоидальной функции. Далее, фаза колебаний синусоидальной функции за время Т большое увеличивается на угол 2П, на угол 2П, то есть 360 градусов. И, следовательно, цикл колебаний повторяется сначала. И сказанного следует, что угловая частота омега и период Т большое связаны между собой вот этим вот соотношением. Омега Т равно 2П. Количество периодов за единицу времени называется частотой синусоидальной функции, обозначается как f малое, равное единице делить на Т большое на период, и измеряется в герцах. Также ее называют циклической частотой. Далее, угловая частота, исходя из вот этого соотношения, может быть определена как 2П, деленное на Т, период. В свою очередь, если заменить период на единицу на f, то мы получаем, что угловая частота у нас равна произведению 2Пф. И, соответственно, если у нас в промышленности и в ГТУ используется переменный синусоидальный ток с частотой 50 Гц, то, подставив сюда вместо частоты 50, перемножив 2 на 3,14, это число π, и на 50 Гц частоты нашего тока, используемого у нас, то, соответственно, мы получаем значение угловой частоты 314 радиан в секунду. Отметим, что при действии в электрической цепи источника синусоидальный ЭДС или тока, напряжение и токи на любом участке линейной электрической цепи будут представлять собой синусоиды той же частоты, но с другими амплитудами и фазами. Следующий вопрос. Среднее и действующее значение тока ЭДС и напряжения. В практике применения переменных ЭДС напряжения и тока используют понятие действующей влечены синусоидальной функции, под которые понимают среднеквадратичное значение переменной электрической величины за период. Таким образом, действующее значение синусоидальной функции мы можем вычислить из этой формулы. И в итоге мы получаем, что действующее значение синусоидальной величины, будь то тока ЭДС или напряжения, будет равно отношению амплитуды величины, в данном случае амплитуда тока, деленная на корень из двух. Следовательно, действующее значение синусоидальной функции ЭДС напряжения и тока в корень из двух раз меньше ее амплитудного значения. То есть и для тока, и для напряжения, и для ЭДС действующее значение величины будет определяться отношением ее амплитудного значения. Далее. Можно показать, что действующее значение синусоидального тока равно значению постоянного тока, которое за время равное периоду выделяет на одном и том же сопротивлении такое же количество теплоты, что и синусоидальный ток. Количество выделившейся теплоты можно определить по вот этой вот формуле. Поскольку среднее значение синусоидальной функции за период равно нулю, так как у нас в периоде есть положительная полуволна, отрицательная полуволна, то, соответственно, среднее значение синусоидальной функции за период у нас будет равно нулю, то под средним значением синусоидальной функции понимают среднее значение за половину периода. За половину периода. Значит, определяется среднее значение вот по вот этой вот формуле. Значит, и получается, что среднее значение синусоидальной функции, в данном случае тока, будет равно 2, двум амплитудным значениям, деленные на π. В итоге у нас получается 0,637 умноженное на амплитудное значение тока. Далее. Синусоидальная функция характеризуется коэффициентом амплитуды. Коэффициент амплитуды – это отношение амплитуды периодически изменяющейся функции к ее действующему значению. Обозначается она вот буквой К с индексом А. И, соответственно, является отношением амплитудного значения к действующему значению. То есть это для синусоидальной функции – это корень из двух. Корень из двух – 1,41. И вторая величина, которой характеризуется синусоидальная функция – это коэффициент фазы. Коэффициент фазы – это отношение действующего значения периодически изменяющейся функции к ее среднему значению. Обозначается она как буквой К с индексом f малая. И равно отношению действующего значения к среднему. В итоге оно у нас для синусоидальной функции будет равно значению 1,11. Следующий вопрос – это изображение синусоидальных функций времени радиус-векторами на плоскости. А также комплексное изображение синусоидальных функций. Состояние цепи переменного тока, так же как и в цепях постоянного тока, описываются уравнениями Киргофа. Но при этом математический аппарат при анализе синусоидальных величин становится громоздким, а решение уравнений сложным, так как при этом приходится рассчитывать электрические величины, изменяющиеся по гармоническому закону. Решение уравнений в гармонической функции значительно упрощается, если синусоидальная функция представлена графически в виде радиус-векторов. Вот на нашем слайде, на нашем рисунке представлен радиус-вектор, радиус-вектор, длина которого равна i с индексом m, который вращается в декартовой плоскости координат, вот эта декартовая плоскость x, y, с равномерной угловой частотой омега и поворачивается за время t большое на угол 2π, то есть период оборота нашей синусоидальной функции, вот этого радиус-вектора, за 360 градусов он делает полный оборот, то есть период у нас омега-т равен 2π. Далее. Положение радиус-вектора относительно cx в момент начала отчета времени t малая равная 0 определяется углом φ. Вот этот угол. За отрезок времени t малая 1 радиус-вектор повернется на угол омега-т1. Омега-т1. И его положение относительно оси x будет измеряться углом омега-т1 плюс φ. Далее. За время t малая 2 радиус-вектор повернется относительно своего первоначального положения на угол омега-т малая 2 и займет положение относительно оси абцисс омега-т2 плюс φ. То есть вот этот угол. Омега-т2 плюс φ. В соответствии с определением синуса проекция радиус-вектора на ось y будет у нас определяться следующим выражением. и малая равно и м на синус омега-т плюс φ, где и с индексом м это длина нашего радиус-вектора, а и малая это проекция радиус-вектора на ось y в момент времени t малая. Далее. На рисунке справа у нас построена синусоида, мгновенное значение которой для любого момента времени t малая найдена на соответствующей проекции вращающегося радиус-вектора на ось y и, следовательно, любая синусоидальная функция времени может быть условно изображена однозначно соответствующим ей радиус-вектором, длина которого равна амплитудному значению синусоида. Вот эта амплитуда. А начальное положение относительно оси x определяется начальной фазой синусоиды углом φ. Далее. Комплексные изображения синусоидальных функций времени. Комплексные изображения позволяют совместить простоту и наглядность векторных диаграмм и точных аналитических расчетов ЭДС напряжений и токов, а также мощности и сопротивления. Они базируются на формуле Эйлера Е в степени ж альфа равно косинус альфа плюс ж синус альфа. Где ж ж малая это корень из минус единицы. Это так называемая мнимая единица. А вот величина альфа величина альфа это угол на комплексной плоскости на которой повернут вектор единичной длины Е в степени ж альфа против часовой стрелки относительно оси вещественных чисел. Значит здесь вот у нас изображена комплексная плоскость у оси абцисс у нас соответственно ось вещественных чисел у оси ординат ось мнимых чисел. И если вместо единичной функции взять функцию и с индексом m умножить на е степень альфа равное и m умноженное на косинус альфа плюс ж синус альфа то на комплексной плоскости наша функция будет выглядеть следующим образом. То есть наша функция будет собой представлять вот такой вот вектор. И если предположить что альфа угол альфа у нас равен омега т плюс фи то мы можем записать следующее. Значит наш ток и с индексом м на косинус омега т плюс фи плюс ж синус омега т плюс фи первое слагаемое в этой формуле представляет собой вещественную часть комплексного числа и м на косинус омега т плюс фи и на комплексной плоскости величина и с индексом м штрих с одним штрихом представляет собой проекцию вектора на ось вещественных чисел а и с индексом м равная и м на синус омега т плюс фи представляет собой проекцию нашего вектора на ось мнимых чисел и определяется соответственно по этой формуле далее последнее выражение показывает что синусоидальный ток можно представить как проекцию вращающегося с угловой частотой омега против часовой стрелки вектора и м на е в степени ж омега т плюс фи на мнимую ось комплексной плоскости где угол фи угол фи это начальная фаза синусоидального тока таким образом синусоидальные источники одной частоты вызывают в цепи переменного тока токи той же частоты и поэтому изображения их радиус векторами на плоскости вращающейся с одной угловой скоростью омега против часовой стрелки не меняют своего положения относительно друг друга все векторы которые у нас изображены не меняют положение относительно друг друга в любой момент времени и поэтому в электротехнике векторы синусоидальных функций на комплексной плоскости для удобства изображают только для начального момента времени тмавая равная нулю далее значит у нас в этой вот формуле если вместо т мы приняли начальное мгновение времени т равное нулю то у нас остается и м на е степени ж фи и в итоге значит у нас получаем мы комплексное значение нашего тока амплитуда нашего тока то есть и с индексом m с точкой это комплексная амплитуда тока модуль который равен амплитуде синусоидального тока и с индексом m аргумент равен начальной фазе тока фи на практике пользуются не комплексными амплитудами а комплексами действующих значений которые в корень из двух раз меньше комплексной амплитуды то есть комплекс нашего тока равен комплексу амплитуды деленной на корень из двух и если расписать наш комплекс по формуле элера мы получаем что наш комплексный ток равен действующему значению тока умноженное на е в степени жи фи начальная фаза далее комплексный ток можно представить в четырех формах это полярная форма вот у нас здесь на экране перед вами показательная форма форма записи комплексного числа тригонометрическая и алгебраическая отсюда видно что переход от показательной или полярной формы записи к алгебрической осуществляется в соответствии с вот этими выражениями и наоборот переход от алгебрической формы показательной осуществляется вот таким вот образом то есть на самом деле тригонометрическая форма записи комплексного числа комплексного тока напряжения или дс она является переходной переходной от показательной формы к алгебрической и наоборот так ну вот допустим вот здесь чтобы мы перешли от алгебрической формы к показательной мы должны взять корень из суммы квадратов действительной и мнимой части в итоге мы получаем действующее значение синусоидального тока а начальную фазу для записи показательной формы тока мы получаем как арктангенс отношение мнимой части к действительной и таким образом осуществляется переход от алгебрической формы записи к показательной далее следующий вопрос сложение и вычитание синусоидальной функции синусоидальных функций времени здесь же у нас векторная диаграмма пусть необходимо сложить два синусоидальных тока два синусоидальных тока с одной и той же частотой омега амега то есть эти вектора вращаются в декартовой плоскости координат с одной и той же угловой частотой омега но мы с вами договорились что на комплексной плоскости мы эти векторы будем обозначать только для момента времени т мало и равны нулю вот и соответственно задача сложить два тока и один от т равное и м1 на синус омега т плюс и один вот он изображен на комплексной плоскости вот начальная фаза у него и один длина этого вектора составляет и м1 амплитудному значению равна длина этого вектора и нужно к нему прибавить вектор тока и два вот он здесь изображен на комплексной плоскости мгновенно его значение равно и м2 на синус омега т плюс фи 2 начальная фаза то есть поворот нашего второго тока относительно оси действительных чисел то есть вот этот угол у нас равен фи 2 перейдем к комплексам действующих значений этих токов и изобразимых на комплексной плоскости значит для того чтобы перейти к комплексным значениям наших мгновенных значений токов нам нужно взять амплитудное значение первого тока разделить на корень из двух в итоге мы получим действующее значение первого тока умножаем на показательную функцию е в степени ж и фи 1 это наша начальная фаза вот таким образом мы получаем комплексное значение нашего синусоидального тока и 1 второй ток получаем аналогично то есть берем амплитуду и м2 делим на корень из двух получаем действующее значение второго тока домножаем на показательную функцию ж фи 2 начальная фаза нашего второго тока далее геометрическая сумма векторов тока и 1 и и 2 дает нам результирующий вектор тока то есть для того чтобы сложить два вектора напоминаю нужно достроить до параллелограмма и диагональ этого параллелограмма и будет суммой нашего с нашего первого тока и второго тока таким образом мы получаем сумму тока и 1 и 2 в комплексной форме общий ток мы обозначили просто как и с точкой то есть точка напоминаю обозначает что это комплексные значения просто без индекса далее чтобы осуществить обратный переход обратный переход от комплекса действующих значений тока к мгновенному значению нам нужно сделать следующее значит мы должны взять амплитуду чтобы получить амплитуду нашего результирующего тока нам нужно взять действующее значение тока результирующего и без индекса то есть по сути это у нас что это у нас длина длина этого вектора диагонали вот этого параллелограмма и умножаем на корень из двух это дает нам амплитуду нашего синусоидального тока результирующего и далее второе что нам нужно сделать это найти угол начальную фазу значит для этого нам нужно взять вот этот вот угол фи то есть угол на который у нас повернут наш результирующий вектор тока относительно оси действительных чисел и теперь мы можем свободно записать записать наш результирующий ток как синусоидальную функцию времени вот и соответственно и малое от т наш результирующий ток его мгновенное значение будет равен и с индексом m умноженное на синус амега t плюс фи вот таким образом можно складывать синусоидальные функции времени вот и строить на комплексной плоскости векторные диаграммы токов напряжений ЭДС так ну и для того чтобы вы знали давайте запишем определение определение что же такое векторная диаграмма совокупность векторов на комплексной плоскости изображающих синусоидальные изменяющиеся функции времени которые изменяются с одной и той же угловой частотой омега изображения которых построены с соблюдением правильной их ориентации друг относительно друга называется векторной диаграммой называется векторной диаграммой Далее Далее следующий вопрос у нас законы Ома и Киргофа в цепях синусоидального тока Ну сразу начнем с определения Значит по закону Ома мгновенное значение электрического тока Допустим у нас на некотором участке А Б течет ток и вот чтобы его определить его мгновенное значение нам нужно ну вообще это касается любого участка цепи переменного тока так вот его значение этого тока через любой участок цепи переменного тока равно отношению отношению суммы мгновенного значения напряжения между концами этого участка и алгебрической сумме мгновенных ЭДС действующих на этом участке к отношению то есть или деленное на полное сопротивление этого участка полное сопротивление этого участка значит еще раз значит ток на участке А Б равен напряжению которое действует между концами этого участка и алгебрической сумме ЭДС если они действуют на этом участке их может быть одна две сколько угодно и делим всю эту сумму на полное сопротивление этого участка значит как выбираются знаки знаки перед мгновенными значениями токов напряжений ЭДС очень просто они определяются так же как и в цепях постоянного тока то есть напряжение может быть как с плюсом так и с минусом если выбранное нами напряжение совпадает с направлением тока мы его берем с плюсом противном случае с минусом ЭДС если стрелка ЭДС совпадает с направлением тока ее берем с плюсом если не совпадает берем с минусом теперь значит смотрите раньше мы с вами в цепях постоянного тока сопротивление обозначали буквой ЭДС здесь же под полным сопротивлением ЗАБ понимается полное сопротивление участка включающего в себя помимо резистивных элементов называемых активными сопротивлений так же и реактивные сопротивления катушек индуктивности и конденсаторов включенных в цепь синусоидального тока вот таким образом у нас в цепях синусоидального тока кроме резисторов называемых активными сопротивлениями есть еще так называемые реактивные сопротивления катушек индуктивности и конденсаторов вот как они себя ведут в цепях переменного тока мы с вами рассмотрим на следующей лекции далее по первому закону Киргофа алгебрическая сумма мгновенных значений токов ветвей в любом узле цепи переменного тока равна нулю то есть здесь в принципе так же как и в цепях постоянного тока суммируем алгебрически все токи входящие в узел и приравниваем это все к нулю значит здесь абсолютно тот же алгоритм то есть мы с вами условили что входящий узел токи мы берем со знаком плюс втекающий в узел да и вытекающие из узла токи мы берем со знаком минус вот здесь у нас алгебрическая сумма приравниваем это все к нулю далее по второму закону Киргофа в любом замкнутом контуре электрической цепи алгебрическая сумма мгновенных ЭДС всех источников входящих в контур равна алгебрической сумме мгновенных напряжений на всех остальных элементах этого же контура то есть у нас и в левой части этого закона алгебрическая сумма и в правой части алгебрическая сумма то есть везде учитывается знак слагаемого знаки слагаемых учитывается точно так же как и в цепях постоянного тока для ЭДС если стрелка ЭДС у нас совпадает с направлением обхода контура мы ее берем со знаком плюс если не совпадает то со знаком минус вот значит для напряжений для напряжений здесь мы пока написали для мгновенных значений как УКТ от Т вот с чем это связано это связано с тем что как я сказал у нас в цепи появляются реактивные элементы как определяются напряжения на катушках индуктивности и конденсаторах мы с вами рассмотрим на следующие лекции вот и вот эти напряжения на наших резисторах катушках индуктивности и конденсаторах здесь суммируются точно по такому же правилу то есть если ток в элементе допустим в резисторе или катушке или в индуктивности совпадает с направлением обхода контура то это падение напряжения мы берем со знаком плюс если не совпадает то его берем со знаком минус то есть все аналогично как и в цепях постоянного тока так ну и напоследок контрольные вопросы по которым вы можете готовиться по этой теме теме применного синусоидального тока значит здесь 13 вопросов готовиться можно по литературе который я привел в начале нашей лекции на сегодня все все вопросы исчерпаны спасибо за внимание всего доброго встречаемся на следующей лекции до свидания о arbeiten